Ранее я выпускал видео касательно корон Руси и доказывал, что никаких шапок Мономаха в Киевской Руси не было. Ну, точнее, как сказать, не было. Князь Владимир Мономах, естественно, мог носить какую-то шапку, и она должна была быть пышно украшена, поскольку это все-таки великий князь, то есть император Руси. Однако, вот то, не пойми что, что россияне обычно называют шапкой Мономаха, не имеет никакого отношения к великому князю Владимиру Мономаху, или тем более к византийскому императору Константину Мономаху. Так называемая шапка Мономаха является шапкой золотоордынской княжны Кончаки, которую через своего брата от нее унаследовал Иван Калита. И с тех пор передавал в своем роду как реликвию, в роду Калитичей, который был наследником, ну, по-настоящему, именно московицких, скажем так, элитных деятелей, которые уже в лице Ивана Калиты достигли, в общем-то, княжеских прав и возможностей. До этого они же, ну, точнее, его предки убили Андрея Боголюбского и развязали войну за независимость с Рюриковичами. Но то отдельная история, которая касается, в общем-то, предыстории Московии. А что касается Руси и что касается наших великих князей, чтобы коротко проиллюстрировать императорские короны Руси и их связь с как византийскими, так и европейскими коронами, а также с более поздними булавами, как практически главными атрибутами великих гетьманов и королей Речи Посполитой и, в общем-то, казачества Руси, Украины, гетьманщины, демонстрирую сейчас знамя. У этого знамени есть очень долгая предыстория. Оно некогда было вывезено в Польшу и позднее уже из Польши попало на Московию, где и было перерисовано. На этом знамени далеко не все его составляющие качественно сохранились. Тоже вопрос, или на Московии не хотели все качественно прорисовывать, может быть, там что-то невыгодное для них было изображено. А может быть, в действительности так оно, в общем-то, не особо качественно сохранилось. Так или иначе, видим на данном знамени изображен великий князь Владимир, и сверху есть подписание «Благоверный великий князь Владимир Киевский». Киевский князь, великий князь Владимир, так или иначе. Немного таких было известно в истории, поэтому это должен быть именно, собственно, или Владимир Великий, или Владимир Мономах. Есть вероятность, что это именно Владимир Великий. Конечно, данное знамя не следует считать прижизненным каким-то портретом, собственно, самого князя Владимира. Данное знамя, скорее всего, уже было изготовлено намного позже, судя по надписи, но снова же, оно могло быть перерисовано с более древних каких-то знамен или манускриптов. Хотя, в общем-то, данная техника вязи в ранние годы практики использования кириллицы на Руси еще не устоялась. Вот, руническая вязь, собственно, существовала, но, как бы, в основном она существовала чуть в других регионах. Здесь же поначалу начали пользоваться обычной банальной кириллицей. И вот приспособление кириллицы под старые узоры орнаментальной вязи, оно уже характерно более поздним временам. Скорее всего, это знамя уже как раз времен или Мономаха, или даже уже поколения следующего. Ну, или самое раннее, когда бы я его поместил, это какая-нибудь старость Ярослава. Ярослава Мудрого имеется в виду. Вот, ранее старости Ярослава Мудрого ему просто в историческом контексте взяться было бы несколько тяжело. Также, в общем-то, я делаю данный вывод из анализа доспех и некоторых других атрибутов. Однако, то, что, по сути-то, дело тут изображено, по большей части достоверно. С небольшими, какими-то, конечно, может быть, поздними доосмыслениями, переосмыслениями, доработками. Но, по сути, оно достоверно. По сути, это вот в действительности воспроизведение какого-то более старинного знамени или любого другого более старинного изображения великого князя Владимира Киевского. Что здесь важно? Здесь важны его атрибуты. Кстати, знамя существует в двух вариантах прорисовки. В одном варианте прорисовки корона изображена как своеобразная шлем-корона. В другом варианте прорисовки она изображена, в общем-то, как классическая корона поствизантийского типа. Ну, то есть, происходящая из Византии, однако, имеющая уже некоторые дальнейшие атрибуты развития, как и венгерская корона, как и некоторые европейские. В частности, корона Священной Римской империи, германской нации. Что, в общем-то, уравнивает великого князя Владимира с, соответственно, германским императором. Касательно венгерской короны, она не была сделана как великая императорская. И на ней как раз были знаки, подтверждающие некую вассальность. То есть, по крайней мере, номинальную, по крайней мере, духовно-теоретическую Венгрии по отношению к Византии. Здесь же атрибуты именно самодержца, в еще не испорченном московитами смысле этого слова. Кроме подписания благоверный великий князь Владимир Киевский, далее есть подписание вои, то есть воины его. Что также, в общем-то, правильно и иллюстрирует то, что изображено, точнее, то, кто изображен рядом с Владимиром. В общем-то, такой вот источник, важный для нашей истории, который демонстрирует то, как в реальности выглядел Владимир. Скорее всего, Владимир Великий. Но даже если это Владимир Мономах, тем не менее, все равно корона именно не шапка, то есть корона, да, Мономаха, но не в том смысле, что шапка Мономаха, как та штука, которую демонстрируют московиты в качестве своей главной инсигнии, своей государственности. Ну, а скорее всего, это в действительности именно Владимир Великий. Это можно также учесть по тому, что он изображен еще в византийском наряде, который еще не переадаптирован под Русь. Даже у Ярослава, в общем-то, византийский, ну, как бы, наряд, который, с одной стороны, аналогичен наряду византийского императора, а с другой стороны, все же несколько уже, как бы, переделан именно под Геральдику и символику Руси. Тут вообще таких нюансов не видим, то есть тут как раз можно предполагать, что это еще только первые десятилетия утверждения на Руси обычая того, что великий князь Киевский выглядит как византийский император. Практически как. С всего лишь несколькими небольшими отличиями. То есть вот как по-настоящему выглядели наши князья. Поэтому не обращайте внимания на те реконструкции, которые, с одной стороны, навязываются с Москвией, а с другой стороны, также несколько нужно и к нашим украинским учебникам относиться с внимательностью, поскольку во времена советской власти навязывались, в общем-то, те взгляды на историю и на наших разнообразных предков и так далее, которые вырабатывались в Москве. Они считались классикой для всего Советского Союза, ну и для нас, как части этого самого Советского Союза. Я опубликовал видео с старинным изображением Владимира Крестителя, князя Киевского. Это изображение, в принципе, с достаточно старинного знамени, которое восходит, пусть и может быть не к временам самого Владимира, но относительно недалеко от них отстоит. Это знамя двухстороннее. С одной стороны есть такой вариант изображения, с другой стороны есть такой вариант изображения. Тут он изображен с многолучевой булавой и в императорской короне. Тут он изображен в шлем короне, в сегментном шлем короне и с булавой. Булава практически как гетьманская булава. Собственно, если мы на монетах, на других предметах видели его атрибуты, как великого князя, самодержца империи Руси, то здесь он изображен именно как князь-полководец. А Владимиру за его историю пришлось повоевать очень много и во все стороны, буквально. Даже с Византией, хоть он с ней сдружился и крестился. Но в этой Византии были те кланы, те силы, с которыми он сдружился, были те силы, которые были ему враждебны. Поэтому все сложно. Так или иначе, есть вот это изображение, где он в императорской короне. И вот его военный царственный атрибут. И вот его военный царственный атрибут. И, как видим, это булава. Практически как, в общем-то, гетьманская булава. По такой логике, князя Владимира можно считать первым известным гетьманом Руси-Украины. Ну, а подписание, что здесь написано «Благоверный князь Владимир Киевский». И здесь так же самое. «Благоверный великий князь Владимир Киевский». Да, все. И вои. То есть, воины его. Ну, некоторые отдаренные не с того места могут сказать, что это поляки. Вот поляки подделали. Зачем они это подделали? Неизвестно. Но поляки подделали. И вот, чтобы они такое не говорили, откроем изображение из, в общем-то, наших летописей. Вот из Радзивилловской летописи. Здесь плохо прорисовано, но золотых шапочек или серебряных шапочек в природе не бывает. К тому же, посмотрите сюда. Вот это ничто иное, как женская византийская корона. В похожих коронах ходили византийские, собственно, царицы в разные времена. Это нам не надо. Вот еще есть изображение, которое уже не относится к Польше. Это копия фрески, собственно, в Софиевском соборе. Копия сделана еще в середине 17-го столетия. То есть, достаточно в древние тоже... Ну, не древние, а старинные времена, скажем так. И вот что же здесь изображено. И кто же здесь изображен? Давайте посмотрим. Царский жезл, крест и меч. Это князь-завоеватель, правитель, креститель. Это Владимир. Посмотрите на корону, которая изображена здесь. Опять же, византийская императорская корона. Это с макетом Святой Софии. Ярослав Владимирович. Ну, давайте, допустим, посмотрим сюда. И посмотрим сюда и сюда. Вот это прорисовано плохо, но по идее это тоже как бы младшая корона. Сомневаюсь, что здесь предполагалась именно меховая оторочка. Меховая оторочка это то, что было у шапочек из фольги, как раз у московитов. Здесь, скорее всего, предполагались тоже пышные убранства из бусин и всякого такого разного. Что, в общем-то, как бы здесь, наверное, и изображалось. Но из-за низкого качества остается, что остается. Если осмотреть одежды, если осмотреть физиономию здесь и также самопосмотреть сюда, ну, в общем-то, вот он, Владимир в старости, так сказать. Корона. Корона. Есть главный элемент, это нижний вот этот зубчатый обод. Ну, и внутренняя часть, ну, как бы тоже есть. Есть крест сверху, и еще ему изображен нимб. Есть зубчатый обод, как главная составляющая короны. Есть внутреннее вот это все дополнение, по сути дела, к короне. И крест сверху, и крест сверху, и нимб. Здесь у него изображен просто жезл, как правителя. У этих тоже жезл изображен, кстати. Здесь у него изображен боевой жезл, чтобы в случае чего одним из этих шипов можно было какому-нибудь врагу что-то интересное, так сказать, сказать. Вот, смотрим, одежда весьма такая пышная. Пышно украшенная. И здесь тоже самое. Так что... Вот женские короны. Как видим, короны царицы. Ну, и дальше тоже младшие короны. Более простые. Этот источник далеко не единственный. Я сейчас, допустим, не говорю о множестве гривен всевозможных. Вот, кстати, Радзивилловская летопись, не забывайте. Вот. Гривны. То есть, это вообще монета Владимира. Тут уже куда дальше, так сказать. Византийская императорская корона. Византийская императорская корона. И священный наш Тризуб. И после Владимира, как, в общем-то, и до него, всё это сохранялось в Руси и Украине. Тризубы сохранялись. Есть такая более упрощённая версия короны. То же, что могло иметь место на каких-то этапах. Поскольку нужно учитывать, что поначалу Владимир, видимо, взял корону от Ярополка, которая была. А корона Ярополка уже была сделана в византийском стиле. Позднее, видимо, её как-то доработали. Или вообще на её основе создали уже личную корону для Владимира. И ещё позднее, когда он уже взял, собственно, византийскую принцессу за себя, то ему как раз и изготовили уже императорскую византийскую корону по всем наилучшим моделям и мотивам тогдашней византийской геральдики и, в общем-то, искусству изготовления корон. Короны, пожалуй, являются одним из важнейших атрибутов правителей. И несмотря на то, что чаще всего, когда говорят о короне, имеют в виду корону в переносном смысле слова, как некое признание за тем или иным правителем, соответственно, власти, но и физическая корона, которую правитель мог носить постоянно, мог носить периодически, мог носить исключительно на каких-то мероприятиях, но так или иначе, корона символизировала его какие-то владения, его права, его, возможно, какие-то территориально, какие-нибудь там другие претензии и так далее. Чаще всего короны символизировали, в общем-то, то, от кого и как правитель получал свою власть. Самым простым для понимания элементом в короне является крест. Или, если взять византийские короны и короны Киевской Руси после крещения, то это изображение Иисуса и изображение святых на своеобразных иконах, которые были в составе этой самой короны. У западноевропейских лидеров такое бывало редко. Тем не менее, такое тоже бывало. Если рассматривать короны Руси в данном контексте, то о чем они могут сказать? Вообще, откуда мы можем говорить о коронах Руси? Как мы можем знать, какие те короны были? Если по официальной общепринятой трактовке до нас как бы ничего не дошло, а единственное, что дошло, это некая шапка, которую московиты называют шапкой Мономаха, чем делают двойную такую сквозную отсылку через Киевскую Русь к Византии, к, соответственно, Мономаху, который правил на Руси, и к, в общем-то, Мономахам Византии. И когда Владимир окончательно крестился, и когда Владимир, принимая христианство, попытался отформатировать Русь по византийскому стандарту, Владимир перенял в себе и атрибуты, соответствующие, не просто варварскому вождю, варварскому какому-нибудь королю, какого-то варварского государства, как те всякие мелкие королевства, которые возникали в Европе. Владимир взял себе атрибуты именно византийского императора. Кроме того, у византийских императоров был обычай, который, в частности, описан как наставление для потомков самим византийским императором Константином Багрянародным, или Порфирогенетом, как он сам назывался. Ну, даже не столько он сам так назывался, его в основном так прозвали историки, для того, чтобы отличать от других Константинов, которых в истории Византии было до гибели, как Владимиров в истории Руси. Если бы Владимир не претендовал на императорский статус, то и получить в жены сестру византийского императора для него было бы невозможно. И у византийцев был обычай практически как закон, который описан Константином Багрянародным, что нельзя выдавать своих, в общем-то, каких-то принцесс за каких-либо варварских вождей. Есть несколько прецедентов браков византийских принцесс, но это браки с императорами Западной Римской империи, есть в более поздние времена уже вообще другие истории, но во времена Владимира есть два примера. Это брак, в общем-то, византийской принцессы с самим Владимиром и еще брак византийской принцессы с императором Священной Римской империи Германской нации. Все, других таких прецедентов в те времена не было. А, ну еще можно вспомнить, конечно же, что как-то хазарская принцесса стала женой византийского императора. Но то уже другая история, то уже, в общем-то, то уже, в общем-то, более ранние времена. И Хазария на тот момент как раз претендовала себя на роль того, кто восстановит под своим контролем былую империю Аттилы. Поэтому, в общем-то, с Пятого века до Десятого века можно сказать, что в Европе были три законных центра. Это Западный центр, Восточный центр и Славяно-Скифский центр. Западный центр кочевал между Римом, Медиаланумом, Равеной. Позднее, соответственно, переместился в столицы Франкской и Священной Римской империи. Восточный центр – это Константинополь. Это Византия. И Славяно-Скифский центр – это, соответственно, Галич во времена империи Аттилы. И это Киев во времена империи династии Рюриковичей. Когда Владимир, приняв христианство, решил выформатировать Русь по образцу Византии, заменяя атрибуты, свои исконные родовые, от вот этой древней империи на империю византийскую, ну, конечно же, настолько, насколько это было можно и уместно, поскольку, в конце концов, он оставался правителем не империи византийской, а империи Руси. Но поскольку он пытался свое правление переформатировать по византийскому образцу, то множество атрибутов он делал им или в византийском стиле, или непосредственно заимствовал в Византии. То есть, или стилизируя свои какие-то родовые атрибуты под византийские, или просто копируя то, что есть в Византии. Это было и с короной. И если посмотреть, изображение Владимира, которое есть на монетах Владимира, которые есть на многих более поздних изображениях Владимира, они изображают его в короне, в накидке, в багряной накидке и с жезлом, ровно как византийских императоров. Сам дизайн монет времен Владимира был прямым заимствованием с византийских монет того времени. Единственное, что на них есть отличительный предмет, это родовой знак Тризуб. Ровно так же, как это было на монетах Боспорского царства, которые внешне, может быть, и были похожи на римские монеты, там так же изображался, в общем-то, лик правителя, подписывалась правитель такой-то, но на боспорских монетах изображался и родовой знак в виде Тризуба. Так же самое и на монетах Руси. Внешне монеты идеально походили именно на византийские монеты, но имели у себя и отличительную черту, это священный знак. Иногда этот священный знак был вместо изображения Иисуса, иногда этот священный знак был рядом с изображением Владимира, иногда вместо изображения Владимира. А если вот взять существующее изображение Владимира, существующее изображение Святополка и сопоставить их, ну там есть еще несколько изображений князей, именно ранних великих князей киевских. И если сопоставить их с изображениями всевозможных европейских королей, то и корона будет отличаться, и атрибуты тоже будут отличаться. А если сопоставить их с монетами Византии, там все будет плюс-минус практически идентично. Потому что Киевская Русь, переформатировавшись с ведического исповедания на христианское, все же не собиралась утрачивать, а наоборот собиралась подкрепить, подчеркнуть свой имперский статус. Кроме того, давая в общем-то свою принцессу в жены Владимиру, византийский император тогда признал за Владимиром статус цисаря, то есть такой урезанный титул императора. И конечно же он так это все провозгласил, чтобы данный титул касался именно не Византии, то есть не давал права Владимиру Византии, а чтобы это все касалось только лишь Руси. Поэтому да, в этом смысле византийская дипломатия несколько Владимира кинула, но по сути все равно его даже такой статус был намного большим, чем тот юридический статус, который Византия признавала за всеми окружающими ее государствами. Тут в Европе было только три силы сопоставимые тогда по признанному статусу и по реальной мощи, по атрибутам правителей, а также по чеканке монет. Это Византия, Священная Римская империя германской нации и Киевская Русь. Остальные государства были между ними как буферная зона, как своеобразные региональные центры, которые в финальном итоге все равно подчинялись и имели вассалитет или перед одним, или перед другим, или перед третьим центрами. А иногда и были вассалами сразу нескольких более крупных, соответственно, империй. И только уже в более поздние времена, когда пришла империя Востока, империя Чингисхана, только в то время Русь потеряла свой имперский статус. И за восстановление хотя бы королевского статуса Руси тогда, соответственно, боролся Данила Голицкий. За восстановление такого статуса боролись князья Гедеминовичи, но то уже более поздняя история. Ну а поскольку империй было немного, то есть два осколка Римской империи и Русь. И короны Руси, и короны Византии, по сути, символизируют принципиальную равность данных империй. Принципиально то, что и правитель Руси, и правитель Византии находятся на одном иерархическом уровне в тогдашней иерархии правителей Европы. Вот болгарские цари, несмотря на то, что они еще до киевских князей пытались так же само, чтобы Византия признала их именно за вот такой третий центр. Но болгарские цари, они во-первых, в большей степени попали сами под власть Византии со временем. И болгарские цари никогда не были реально вот таким вот третьим центром. Хазары долгое время, как союзники Византии, пытались таковым третьим центром стать. Для византийцев было почетно, когда какая-нибудь хазарская принцесса становилась византийской царицей. И византийцы, в общем-то, жаждали, чтобы такие ситуации были. Но когда уже Русь смогла и Хазарию победить, и при Святославе Русь и Болгарию извоевала во все стороны, Русь доказала, что именно Русь и является по факту, по сути и по всем другим параметрам наследницей именно империи Аттилы. Это признали византийцы и со всеми нюансами. Хотя и чуть-чуть обманули Владимира. Вместо того, чтобы признать за ним юридический статус базилевса, они крестили его в имя Василий. И не зная византийского языка, Владимир и даже те, кто были с ним и должны были за всем этим следить, могли и не уследить, что именно над ним византийский поп производит. То ли он его коронует в статус базилевса, то ли в крещении называют всего лишь Василием. Но это уже другая история. Хотя, так или иначе, византийцы все-таки, хоть и с обманом, но по сути признали за Владимиром и право чеканить монету. И Владимир чеканил монеты. И, в общем-то, отправив ему имперские атрибуты, корону, кресло, практически трон, жезл и императорскую накидку с крестами. Позднее на Руси уже будут изготавливать такие атрибуты дальше самостоятельно. И Владимир только поначалу пользовался атрибутами, присланными ему из Византии. Относительно Древней Руси, Киевской Руси. Да, я знаю, что данный термин достаточно поздний, однако данный термин неплохо отображает, в общем-то, как государство называлось и что было центром этого государства. Не только какой город был столицей этого государства, но и, скажем так, какой регион был центральным для этого государства, основным, который уже подчинял себе все остальные регионы, который, в общем-то, был, говоря современными терминами, титульной нации, титульным регионам по отношению к остальным. И, в общем-то, если сравнивать географически, сравнивать лингвистически, сравнивать по всем другим параметрам, то ядро Древней Руси, или как ученые называют это явление, Русь в узком смысле этого слова, было торжественно тому, что позднее стало известно как королевство Данилы Голицкого, королевство Русь. Далее, в общем-то, это королевство Русь разделилось на ту часть, которая вошла в состав Великого княжества Литовского, как княжество Руськое, и другая часть вошла как воеводство Русьское в состав королевства Польского. Ну, а позднее тут же возникнет Гетьманщина, и тут же возникнет УНР, то есть преемственность от Руси к Украине, она прослеживается исторически очень четко. Так вот, важно проиллюстрировать вообще соотношение Руси, Руси-Украины, Киевской Руси, и Московии на предмете корон, на предмете атрибутов главы государства. Дело в том, что относительно корон верховных правителей Руси, тут есть единственный абсолютно объективный способ, абсолютно объективный источник, на что можно ссылаться. Это монеты, плюс изображение Ярослава Мудрого, которое тоже достаточно древнее. Монета Ярополка, монеты Владимира, монеты Святополка. Ну и далее монеты последующих киевских князей. Также, в общем-то, иконография Данилы Голицкого. И вот весь тот период изображения наших князей приблизительно от Святополка до Данилы Голицкого. Можно весь этот период исследовать. Несколько отдельно представляется иконография Владимира Великого, который, в общем-то, в чем-то стал законодателем моды данной. Ну и еще, как предтечей этого было, это изображение, собственно, Ярополка. И есть вероятность, что княгиня Ольга также придерживалась, в общем-то, данной царской атрибутики. Княгиня Ольга съездил в Константинополь и там во многом синхронизовав свои представления с тогдашней политической модой и тогдашними политическими всеми процессами позднее принесла эти веяния, соответственно, в Киев. И если князь Святослав придерживался архаичным, самобытным, рюриковическим канонам, рюриковическим устоям, то княгиня Ольга и, соответственно, уже сыновья Святослава в кое-чем стали придерживаться тем веяниям, которые пришли из Византии. Но то еще как бы предпосылки. Дальше то, что было при Владимире, это окончательный перелом, окончательное становление новых канонов, канонов, атрибутов главы государства. И дальше уже от Святополка, далее Ярослава, далее до Данилы Галицкого. Это, в общем-то, то, что стало обычным, то, что стало нормой. Как основной атрибут главы государства это его корона. И тут короны киевских великих князей ничем не хуже корон разнообразных западноевропейских правителей. Короны киевских князей, великих князей киевских, по своему качеству, по всем своим параметрам соответствуют как раз коронам императоров Византийской империи и в кое-чем подобны коронам императоров Священной Римской империи. Они отнюдь не сопоставляются с какими-то атрибутами герцогов, шмерцогов, каких-либо лордов и даже европейских королей. То есть представление о том, что в Киевской Руси князь это было нечто такое же мелкое, как измельчавший княжеский титул уже во времена Российской империи, весьма неверное. Великий князь Киевский по своему значению равнялся византийскому императору и, соответственно, франкскому, а в позднейшие времена немецкому императору Священной Римской империи. Что признавалось на международном уровне, что было засвидетельствовано и монетной чеканкой, и другими нюансами. И браком, в частности, византийской принцессы с Владимиром Святославичем. И вот это с одной стороны, это со стороны Руси все, а со стороны Московии. А со стороны Московии у них есть очень много претензий на все и разное. У них есть претензии на то, что ранее в Руси, видите ли, были только лишь князья, а у них завелись цари. При этом они не учитывают, что вместе с браком, вместе со всем остальным Владимир получил признание за ним статуса цесаря. То есть практически цезарев, практически императора по византийским законам. С другой стороны, понятно, что византийский император не мог признать другого главу государства более значимым, чем себя любимого. Поэтому даже из такого признания и из аналогичных действий, как они признавали, соответственно, императора Западной Римской империи, тоже как своего младшего партнера, при том, что по факту у императора Западной Римской империи иногда могло быть больше ресурсов, возможностей и всего остального, чем у византийского императора. Но это также отдельная, весьма интересная история. Поэтому по факту великий князь Киевский и по титулам, которые иногда там бывали, и по всему, это должность, этот титул равный соответственно римским, византийским и позднейшим франкско-германским императорам. И то, что было у поздних московитов, отнюдь не шло в сравнение с данным величием. Поначалу московитские царьки были всего лишь самозванцами, и они ссылались на то, что их там чуть ли не признала левая нога какого-то там посла, который случайно проходил через их территорию и случайно назвал их тем или иным правителем. И на это ссылаясь, они потом рассказывали, что они имеют, видите ли, право на имперский титул. Но об этом, о том, как московиты присваивали себе имперский титул, это можно отдельно вообще рассматривать этот вопрос, но так или иначе. московиты хотели выставить такой факт, что типа титул царя это нечто высшее, чем титул великого князя. Это им было важно для того, чтобы в своем соперничестве с великим княжеством литовским показать свое некое превосходство. Хотя по факту этого не было. По факту тот же самый Владимир для себя в своем государстве именовался великим князем, также именовался каганом киевским в дань более еще древней традиции с одной стороны и в дань победе Святослава над Хазарским каганатом с другой стороны. Ну а в международных отношениях с Византией великий князь киевский понимал и позиционировал себя исключительно как ровню византийскому императору. Это одна составляющая, это то, что у нас есть со стороны Руси. Со стороны Московии есть претензии, претензии и еще раз претензии. Претензии необоснованные, претензии часто незаконные. И при этом они не знают меняемо ни историю Руси, они не знают меняемо ни то даже куда им притулить то, что они мнят как исток их каких-либо прав, исток каких-либо тех событий, на которые они вешают свои последующие претензии. В частности, они рассказывают, что видите ли, к ним с Византии через Киев переехала шапка Мономаха. У носковитов шапка Мономаха это весьма такой странный атрибут, который для них, кроме просто всего лишь короны, приобрел очень много дополнительных значений. В частности, он приобрел для них значение того, что они являются преемниками не только Киевской Руси, но и Византийской империи. Однако, если осмотреть шапку Мономаха, станет понятно, что она не имеет ничего общего с тем стандартом корон, которые изготавливались и носились в Византийской империи, и больше того, она даже не имеет ничего общего с тем стандартом корон, который был принят в ранней Киевской Руси. Конечно же, сейчас, находя всевозможные современные изображения, в частности, Владимира Великого и других, вы можете найти многие изображения, на которых он и последующие князья изображены в чем-то похожем на шапку Мономаха. Однако, это тоже в дань московитской пропаганды и в дань тому, что долгое время украинской суверенной исторической школы не существовало, а фактически Киевская Академия Наук и все остальное были местным филиалом идеологии СССР, ранней идеологии Российской империи. И даже уже во времена независимости все равно многие наши все профессора и многие другие отчасти ориентировались на Москве, отчасти были еще представителями старой школы с промытыми Московией мозгами. Ну и все это так складывалось, что часто изображая наших князей, те или иные художники изображали их в подобиях шапок Мономаха. Тем не менее, у нас нет ни одного исторического источника, ссылаясь на который, мы могли бы изображать Владимира или последующих князей в чем-то типа шапки Мономаха. Шапка Мономаха является новоделом. Шапка Мономаха является московской фальсификацией. Потому что, если разбираться, откуда оно происходит, это, по сути, шапка татаро-монгольской княжны с именем Кончака. Интересное такое имя. Тем не менее, можете поискать в интернетах данные о том, кем она была и можете сами уже помыслить в знак чего она оставила московицкому местному главарю, скажем так, банды, некого ОПГ, которое должно было рикетировать и кошмарить всех жителей Владимира Суздальского и окружающих княжеств и, соответственно, платить Золотой Орде дань. Поэтому то, как именно они эту шапку позднее даже не попытались подделать под византийскую корону, и единственное, что они ей добавили, так это крест. Однако, снова же, если осматривать эту шапку, осматривать то, как к ней приделан крест, крест явное инородное тело, приделанное к ней весьма-весьма белыми нитками, как говорится. То есть, весьма-весьма очевидно, что это не изготавливалось так изначально. Потому что, да, оно в действительности так изначально не изготавливалось, потому что, да, в действительности данная шапка Половец этой золотоордынской княжны Кончаки, которая не имеет ничего общего, соответственно, с атрибутами киевских князей. Может быть, это имеет что-то общее с атрибутами половцев, поскольку даже несмотря на то, что чингизиды отформатировали, то, что позднее станет как улус Джучи или Золотая Орда, все равно половецкий элемент там весьма был доминирующим. Однако половцы хоть на поздних этапах и были федератами Руси, но все равно, но все равно. Так что да, московицкая подделка скорее имеет право на претензии к каким-то чингизидским, ну хотя это вообще тоже будет достаточно трэшово и достаточно никак. Так мало ли кому какой чингизид или какая жена какого чингизида, что, соответственно, дала. Это не имеет никакого отношения к реальному государственному значению. Да и к тому же, в то время, когда московиты получили свою вот эту шапку, они не были даже субъектом международных отношений. Они были просто под Золотой Ордой, просто как одно из удельных владений этой самой Золотой Орды. Но больше того, почему-то они позднее стали выдавать эту шапку именно как шапку Мономаха. И это отчасти показывает их раздутые претензии, а отчасти показывает то, что возможно... Ну не то, что возможно, а 100% так и было, что московиты даже уже сами не особо хорошо знали, что у них откуда. Понятно, что, может быть, пара человек там хорошо знали, что откуда. Но если большая часть хотя бы дворян знали, что это не шапка Мономаха, а что это шапка, в общем-то, Золотоордынской княжны, они бы по-другому смотрели на своего правителя. А с другой стороны, поскольку они уже к тому времени не особо хорошо понимали, что откуда, то да, московитский узурпатор вполне мог себе рассказать, что это, видите ли, у него шапка аж из Византии. То есть представления о Руси, представления о Византии, тем более для тогдашних московитов, для тогдашней московитской элиты, были весьма мифологизированными, весьма и весьма далекими. Это имеет свои аналоги в истории, это имеет свои аналоги в истории многих государств Европы, которых в истории принято называть варварскими королевствами, которые также пытались как-то вывести свою преемственность от Западной Римской империи, однако часто сами вообще плохо понимали, чем-то Западная Римская империя была и какие реально у их предков с той Западной Римской империей складывались отношения. Поэтому да, Московия – это не что иное, как варварское государство, возникшее на территории былой империи Киевской Руси. Годами я исследую разные исторические и околоисторические темы. Исследую то, как изображали древних правителей. Исследую то, как описывали древних правителей. И, конечно же, отметаю более поздние наслоения в их описании от более ранних каких-то, как предполагается, более объективных данных о их внешности, их деятельности, их атрибутах. Все это имеет значение, поскольку титулы иногда описывают территории или права, которые имели данные правители. А иногда описывают всего лишь некие претензии или, допустим, какие-то династические связи. Если разбирать даже практически современные случаи, то у британской короны есть титулы и владения Францией, хотя как бы физически этого нет. Если брать более древние случаи, то и у французских королей были титулы, обозначающие их претензию на владение Британией. Иногда титулы какого-нибудь рода поэтапно описывают путь восхождения этого рода от владения каким-нибудь городком, каким-нибудь небольшим территориальным формированием до владения каким-то уже крупным государством или даже империей. Всё это важно тоже в плане исторического поиска фактов, сопоставления этих фактов. Например, тут вы можете видеть изображение Аттилы из венгерской хроники. Ниже будет ещё одно изображение Аттилы уже с гербом. Если вы присмотритесь, лица чуть по-разному передаются, потому что, да, хроника, конечно же, есть в нескольких вариантах иллюстраций. Их тоже можно сопоставить, кстати, и попытаться выловить некие нюансы, которые меняются, значит, которые, наверное, не особо были важны. И те нюансы, которые незыблемы, передаются максимально чётко. То есть, то, на что делался упор, то, что было для, в общем-то, авторов этих изображений чрезвычайно важным. Ещё одно изображение Аттилы, только уже с немецкой хроники. И, в общем-то, можно при сопоставлении понять, что вообще-то корона изображена одна и та же. Просто в этих случаях корона изображена более качественно, более старательно. В этом случае корона изображена максимально примитивно, максимально просто. Снизу присутствует голова зрелого мужчины с усами и бородой. Рост, уровень волос на лице на этих изображениях сопоставим. Форма носа, форма глаз также сопоставима. Корона имеет верхний обод, вероятно, крестовой. И на венгерском, и на немецком изображениях. Видимо, по четыре стороны короны присутствуют кресты. Достаточно такие пышные, практически звёздчатые кресты. Ну и присутствует нижний обод. То есть, по сути, корона состоит из... Вот, элементы те же, как видите. Из, в общем-то, нижнего вот этого обода с выступающими элементами, с крестами. А также из такой надстройки, которая как бы является дополнительным шатром, дополнительным потолком данной короны, соединяет элементы этой короны и увенчана крестом. Крестом, хотя по нынешней трактовке Аттила вроде бы не был христианином. Но есть версия, что, в общем-то, его крестили, но эта версия весьма смутная. И Аттила уж точно маловероятно, что стал бы креститься, учитывая все его другие действия. Что это подделка или некоторая ведическая символика, которую христиане потом переняли и переосмыслили уже под христианскую символику. Потому что в рамках ведической символики и солнце изображалось над землей, и изображалось как источник разума. И если кажется, что такие вот европейские, имперские короны весьма пышные и весьма навороченные, можно посмотреть на индийские традиционные короны, которые еще более пышные и еще более навороченные. И увенчаны они, как правило, в тех случаях, где европейские крестом, индийские тоже солнечным знаком. Иногда даже крестообразным. Однако, если откинуть вот эту верхнюю надстройку, которая присуща коронам Аттилы, то, как видим, корона, в которой изображен Владимир, ну, несколько сопоставима, хотя и имеет ряд существеннейших отличий. Корона на старинном гербе Галиции имеет лишь ряд сходных черт, однако и имеет множество отличий, которые, возможно, возникли при какой-то неправильной, уже более поздней перерисовке, возможно, еще в каких-то случаях. Однако, если разбирать те структуры, из которых она состоит, то вот звездокрестообразные элементы, как на короне Аттилы. Между крупными вот этими звездокрестообразными элементами есть элементы поменьше, как на короне Аттилы. Есть нижний обод, нижний обод, как на короне Аттилы. И есть верхние перемычки, формирующие некий купол и увенчанные крестом на символе державы, как на короне Аттилы. Может быть, тут добавили кучу лишних элементов вследствие какого-то символа или незнания, или еще чего-нибудь. Также можно обратить внимание на нижние короны, которые плюс-минус также сопоставимы с данным типом корон, если у них убрать верхнюю часть. Но пока это не особо важно, можно также, например, сопоставить изображение Аттилы и реконструкционное изображение Данилы Голицкого в короне, между которыми есть кое-что общее, кое-что не общее. Корона, к тому же, реконструкционная. А вот герб настоящий. Вот это герб Аттилы. К тому же, в самой хронике изображен этот птах часто без каких-то дополнительных корон, а вот описано, что это коронованный сокол в тексте, в пояснениях к этой хронике. И если взять Геральдику Голиции, позднее сохранившуюся как герб Ивано-Франковской области, вот она, в общем-то, черная коронованная птица. Касательно сокола, коронованного, не коронованного, в венгерской хронике все поперепутали. У Аттилы, как личный герб, была именно вот эта черная птица, а как имперский герб, была уже коронованная птица, то есть коронованный сокол. Но некие ошибки, некое смешение этого всего привело к тому, что иногда и черная птица изображалась коронованной или сокол некоронованным и так дальше. Вот другие старинные изображения Аттилы с мечом и щитом, на котором изображен его герб, с скипетром и державой, в короне, которая, в общем-то, во всех случаях сопоставима и отчасти сопоставима с короной Данилы Голицкого. Это все интересно к изучению, это все интересно вообще по самому ряду параметров. Можно посмотреть, например, как изображали Гедземина, как изображали князя Святополка и как изображали Аттилу. Некоторые элементы атрибутов в общем-то общие. Конечно, есть и ряд отличительных черт, например, у Аттилы, конечно, тут еще синяя рубашка с желтым, соответственно, соколом, изображенным на ней. Что также вот к вопросу относительно того, что когда я в каком-то видео не привел изображение желто-блокытной символики Аттилы, меня потом обвиняли в том, что «А где желто-блокытнее? А ты придумал желто-блокытнее?» Ребятушки-козлятушки, я просто не могу в одно видео воткнуть абсолютно все, что так или иначе попадало в поле моего зрения, моего изучения, и что в каком-то случае я могу всего лишь в одном видео упомянуть, а уже в другом видео показать. Или же я это показывал и в каких-то более ранних видео и надеялся. Почему я надеялся сам, уже не понимаю, но почему-то надеялся на лучшее, надеялся на то, что, возможно, вы сами или вспомните, что это было в моих предыдущих видео, или сами как-то найдете. А тем не менее, тут, кстати, это достаточно карикатурное изображение, и у него изображены рожки. Эти рожки у Аттилы это отдельная тема, и кто-то может, соответственно, как бы решить, что вот Аттила, такой нехороший, его с рогами изображали. А кто-то может вспомнить, что, к примеру, те же самые египтяне вообще всех богов с рогами изображали. А, например, во времена Александра Македонского греки изображали часто Александра Македонского, в общем-то, с рогами, именно в дань, практически, египетскому образцу. Тут есть, привожу изображение князя Юрия I Львовича, внука Данилы Голицкого и изображение Аттилы Мадаевича. В общем-то, что тот правитель своей державы, что тот правитель своей державы. Конечно, Аттила более могущественный правитель, более значимый, однако, как бы, однако, все равно, хоть и отдаленные, но родичи. Изображение Романа Голицкого и Аттилы. Я тут не хочу сказать, что они абсолютно идентично выглядят. Больше того, я понимаю, что в старину часто вообще людей изображали достаточно примитивно, поскольку не имели достаточного количества средств передачи той или иной символики, тех или иных нюансов. Однако, тем не менее, тем не менее. Кроме того, вот можно осмотреть такие изображения святого Рюрика, князя Святослава Великого, причем Святослава Великого в трех вариантах. Два варианта являются разными вариациями одного и того же, по сути, изображения. Раньше у нас была похожая ситуация с венгерской хроникой с изображениями Аттилы, где там чуть по-разному изображен, практически одинаково выглядящее тело. Тут такая же ситуация со Святославом. Ну и есть изображение Святослава уже в менее боевой обстановке, однако, если присмотреться к короне, которая здесь изображена на челе Святослава, здесь изображена на челе Рюрика, станет понятно, что, вероятнее всего, это одна и та же корона. Ряд каменьев на обруче идентичен, камни на зубцах, в общем-то, вероятнее всего, также идентичны, ну и перекресток, и верхняя возвышенность присутствуют в том и в другом случаях. Сверху нет креста, что также интересно. Вероятнее всего, эта же корона, только в чуть другом исполнении изображена и в этом случае. Интересно, что корона изображена не хаотически, изображен практически одинаковый вот этот обруч, где чередуются красные и зеленые камень, то есть изумруды и рубины, вероятнее всего. Авторы не рисовали какой-нибудь хаос, они именно рисовали то, что хотели изобразить. Значит, у них что-то было в текстовом или еще в каком-нибудь варианте, на что они соответственно опирались, ну или как. Ну вот, кстати, еще изображение Аттилы, нормальное изображение, где он тоже изображен в подобной зубчатой короне, карикатурное, где он в зубчатой короне, тут также присмотримся ряд каменьев, но из-за черно-белости изображения нельзя попытаться понять, какого они соответственно цвета, какой природы. Ну и тут ему изобразили рожки. А вот это изображение пира, царя Эпира, шлем которого попросту венчают рога. То есть для эллинов в посталександровскую эпоху рога были не оскорблением, а чем-то достаточно желанным в своей атрибутике, достаточно хорошим. Хотя, конечно же, Аттилу, скорее всего, изображали так именно в знак какой-то надругательственности, в знак какого-то надругательства над его изображением. То есть попытаться его изобразить как какую-то пародию на Александра Македонского. Кстати, в этом изображении, если присмотримся, здесь присутствует птах на его доспехах. Но это так просто относительно зубчатых корон и трезубообразной символики изображения эллинистического правителя Египта царя Птолемея. Изображение Аттилы тоже в зубчатой короне изображение с монеты Элисимаха. Ну и еще одно. То есть это или изображение Александра или изображение самого Элисимаха. Тогда короны были более популярны не зубчатые. Хотя, как видим, в случае с Птолемеем и зубчатые вполне себе имели применение. Однако, более популярны все-таки были короны в форме своеобразного очелья. Своеобразной такой повязки, которая делалась часто из ткани вышитой золотыми нитями. Иногда из обруча, который сзади, то есть это не полностью было кольцо металлическое золотое. А это был некий обруч, который имел сзади завязки такие. Завязки. И в случае дальше с римскими коронами эти завязки также своеобразно трансформируются. Потому что начально возникнув как вполне себе утилитарный предмет для того, чтобы не нужно было обруч подгонять под каждого нового правителя, чтобы физически осуществлялась преемственность короны с предыдущего царя, когда он составился помер, сняли обруч, на нового одели. Сзади завязки подрегулировали под форму его головы. Ну и кстати, здесь опять же изображение рог, поэтому то, что Атилу изображали рогатым, это собственно греко-римские все эти закорлюченные касательно того, что они сначала своих деятелей изображали вот такими, а потом уже стали и других изображать. Изображение баспорских и сарматских правителей, у них также присутствует подобного рода царский признак, тут кстати изображение уже в виде золотого венка. тут везде в виде такого обруча. Тут в виде обруча, тут, тут. А вот это уже позднеримская история с Адаакром, и на некоторых монетах он присутствует просто в своей казачьей такой, ну еще прото-казачьей, скажем так, стрижке под котелок, в других случаях он присутствует уже в диадеме. Правда, среди нумизматов историков есть спор, что возможно некоторые из вот этих изображений в диадеме изображают не Адаакра, а изображают Непота, Непота этого тогдашнего, в общем-то, свергнутого, позавчерашнего, так сказать, римского императора. Но это тоже на самом деле очень вопросительно и сейчас даже неважно. То есть тут уже что? Тут уже вот эта повязка, вот эта корона трансформировалась из золотого обруча или тканевой повязки, вышитой золотыми нитями, она трансформировалась в объект, состоящий из золотых пластин по кругу и жемчужин или других каких-то драгоценных бусин, которые формировали как бы два ряда, два ряда, между ними все эти пластины располагались или просто ткань, или золотая проволока, по центру изображался солнечный знак, по центру, параллельно лбу, только выше, как видим. Ну и сзади вот эти завязки, хотя тут уже крепление можно было бы реализовать другим путем, но оставили завязки, парные завязки в дань в общем-то обычаю, в дань предыдущим векам, в дань предыдущим коронам. вот это уже мы непосредственно переходим в Киевскую Русь. И в частности нас встречает монета князя Ярополка. Извините, ну да, Ярополка. Ну, хотя можно его называть уже и Петром, поскольку он принял позднее крещение. Хоть принял крещение чисто номинально, но так или иначе. Если сравнить его атрибуты, что у него на голове корона. Относительно того, как эта корона выглядит, позже разберемся. Пока обратите внимание на две вот эти весюльки по обе стороны. И это не сережки, как можно подумать, они крепятся не в уши, они крепятся именно к короне. Вот эти две весюльки, они возникли как замена задним парным завязкам у корон более старого типа. И вот это изображение Ярополка Святославича. В общем-то, такая же корона на изображениях Владимира. Я даже поначалу подумал, что перепутал, поставил не то, потому что есть почти точно такая же монета с изображением Владимира. Но здесь хорошо сразу подписано Ярополк, то есть Ярополк. У него жезл в виде креста и у него держава. Вот император Священной Римской Империи Атон Первый. У него жезл с крестом, у него держава и у него корона такого же типа, если бы качество данной печати было бы лучше. Ну и также видим у него по кругу надпись. Тут не по кругу, а такими полосками, но все равно так или иначе понятно. У Владимира уже будет по кругу, хотя особой разницы это не дает. Вот у современника Ярополка тогдашнего Романа Второго Византийского Императора такая же держава. И тут непонятно, то ли у него жезл там за державой спрятан, то ли это от державы палка вверх тянется, или здесь изобразили их как бы в одном лице. Такие же висюльки на короне. Вот сзади видны его уши, видимо, он достаточно лопоухим был товарищем, но видно, что эти нитки начинаются не в мочках ушей, а они начинаются в короне и свисают снизу. Ну и вот корона. Корона, как видим, состоит здесь из каких-то сегментов, ну и сверху венчается крестом. И если вот так посмотреть на то, что мы видим здесь, то, что мы можем предполагать здесь и здесь, видим, что оно по очертаниям плюс-минус одинаково. Разное качество, разная степень видимости. Ну и в общем-то на монетах Владимира, если сопоставить вот это, вот эти две парные висюльки, сегменты короны, в общем-то то, что на монете византийского императора. Также у Владимира есть в руке крест, не видно державы, но у Ярополка держава была, у других киевских князей держава тоже будет, так что это не вопрос, что его титул был меньше, вопрос, почему-то на его изображениях державу не изображали, может он не хотел, может быть у него вместо державы был тризуб, как символ его власти, его родовой символ. Это тоже вопрос, достаточно такой интересный и подлежащий еще большему изучению. И вот на этих монетах, тут я привожу их передние стороны, потому что на задних сторонах, как правило, изображается Иисус. Изображается или тризуб, или Иисус. А на передних сторонах Владимир, иногда с нимбом на голове, вот в этой короне, внешне похожей на шапку. Вот посмотрите сюда, если вы как бы не видели византийских корон и вообще не знаете, что это такое, и увидите вот такую фигню, вам может показаться, что это вязаная шапочка какая-то. Ну, или не вязаная шапочка, но все равно по типу шапки или пышной тюбетейки какая-то вот такая штука на голове. Однако нет. однако если разобраться и как бы реконструировать, то оно скорее выглядит вот так, как это реконструировано допустим на изображении Владимира на старой версии одногривневой купюры, чем допустим что-то другое. И вот во всех вот этих случаях изображено одно и то же. Вот это корона византийского типа, две висюльки по обе стороны. Ну и да, на всех этих монетах Владимир изображен усатым. Он не изображен бородатым, он не изображен безусым, везде он изображен усатым. Что, кстати, несколько интересно. Вот изображение Иисуса, только это уже с византийской монеты. А вот изображение императора византийского. Однако на монетах Владимира такие же самые изображения Иисуса делались с другой стороны от изображения Владимира. Поэтому тут как бы разницы большой нету. Ну и вот изображение тризуба собственно на монете, прорезь этого самого изображения. византии были и такие монеты, на которых изображался целый ряд деятелей, как видим. Хотя по центру один, тут уже лучше можем рассмотреть корону, кстати. В этих случаях корона вообще черт пойми на что похожа, на уши какие-то, какого-нибудь удмуртского недокосплеера кошка зайка. Но так или иначе. В этих случаях тоже фигня какая-то. А в этом случае вот уже все более так цивилизовано. Можно предполагать и тут или некий камень, или некое изображение. Ну и тут вот сегменты какие-то как минимум. Ну и сверху крест. То есть это уже понятно. По полукругу идет надпись. Тоже плюс-минус понятно. Тут так же сама надпись. Тут так же сама надпись. Иисусу кстати не положена византийская корона. И есть жезлы в виде такого вот своеобразного трезубца, а есть жезлы в виде креста у тех же самых византийцев. Тут двое держатся за крест. тут вообще на монете все трое изображены и все трое византийские цари. Песец, но почему бы и нет. И такое в истории в природе бывает. А вот собственно то как выглядела корона Константина IX византийского императора. видим, что вот эти все сегменты это не просто камни, не просто что-то, а это своеобразные иконки. Сейчас иногда восточные христиане подобную штуку только бумажную одевают на головы умершим перед тем, как их хоронить. Ну, в общем-то, отсюда этот обычай вот эта вот штука и тянется. И вот тут в каких-то таких типа иконках изображались сами правители, их ближайшие какие-то спутники, в каких-то случаях изображался Иисус и так далее. И вот собственно нынешняя уже реконструкция того, как могла выглядеть корона князя Владимира. С точки зрения определенных деятелей, как бы при желании можете поискать, поинтересоваться. И эти же деятели сделали реконструкцию короны Анны Византийской, Византийской принцессы, ставшей женой Владимира. Как видим, корона тоже достаточно интересная. Как вариант, можем даже сравнить это, например, с короной Священной Римской империи. Вот как вариант есть еще корона Карла VII, которая, в общем-то, сделана по такому же типу, но чуть иначе. Если на этой куче каменьев, тут эти каменья промоделированы, но физически не присутствуют. Тем не менее, работа по металлу достаточно впечатляющая. кроме того, как видим, на коронах Священной Римской империи присутствует только одна перемычка между передним и задним сегментом, и крест располагается спереди, а не сверху на перемычке, как это на коронах византийского типа. То есть короны несколько до отличаются. Кроме того, тут вообще как гребень некий промоделирован. Ну вот тоже такое отличие. Можно осмотреть корону Ирана. Она вообще достаточно отличается, хотя как бы базово это тоже какая-то вот такая вот штука, одевающаяся на голову. Но тут вместо креста скорее нечто похожее на тризубь или по крайней мере двузубь. Если вот так пытаться эту вязь как-то распутать. Вот эта же вязь изображена и снизу, кстати. Достаточно тоже развитая символика, стилистика, солнечные символы со всех сторон. Начально эти камень также имели природу солнечной символики. Но позднее все свелось к или христианской, или исторической какой-то символике, связанной с Византией, историей носителя данной короны. Вот вообще интересная штука. Венгерская корона с несколько таким поникшим крестом. Священная венгерская корона, как ее еще иногда называют. Тут с одной стороны присутствует изображение Иисуса Христа, а с другой стороны изображение Византийского императора. Чтобы, так сказать, не забывали, кто самый ближний к Иисусу Христу. Как видим, зубцы, такие какие-то закругленности, и вот эта крестообразная перемычка, как на коронах византийского типа. Византийцы, делая корону для венгерских королей, в общем-то, этим хотели что-то достаточно много сказать и установить связь этих венгерских королей с Византией, и в то же время хотели все-таки чтобы корона выглядела несколько проще, чем это у самих византийских императоров. Тем не менее присутствуют висюльки вот эти по бокам, тут их уже достаточно много, присутствуют иконки по кругу, куда же без иконок, иконки это святое, я сейчас говорю о иконках на рабочем столе операционной системы, ну а для тех людей вот эти иконки были святыми, поэтому, так сказать, каждому свою. Ну и вот тут черно-белое изображение и цветная прорезь данной короны по центру изображения Иисуса, поникший крест, соответственно, вот эти висячие элементы, камень, камни, зубцы и какие-то такие штуки. Другая сторона короны, на которой изображен никто иной, а византийский император Михаил VII. Ну и если присмотреться, то и венгерский король удостоился быть изображенным на данной короне. Если присмотреться к изображению венгерского короля, он изображен, видимо, в этой же самой короне или максимально похожей на нее короне. А вот у византийского императора корона весьма отличается. Она более навороченная, как бы сейчас сказали. Да и кстати, относительно вот этих подвешенных элементов могу предположить, что возможно их изначально тут и не было. Возможно византийские мастера для венгерского короля сделали ее просто такую вот, как она изображена здесь. А сделать вот эти висячие элементы по образцу с византийской, не понимая уже откуда там ноги растут и что они означают приказал, может быть венгерский король или кто-то, кто имел так сказать доступ и власть для данной модификации. И снова же к нашим князьям. Князь Ярополк. Вообще Ярополк не был крестителем Руси и даже не был фанатом христианства. то есть если он типа и принял византийскую атрибутику и соответственно византийскую корону все эти дела, то это делалось просто для того, чтобы византийцам показать, что он им ровне, хотя и несмотря на то, что у него было фейковое типа крещение, по сути христианином он не был. И там даже было несколько фейковых крещений и они были направлены скорее в сторону западного христианства поэтому он, кстати, был назван не каким-нибудь Василием или Андреем или еще кем-нибудь Михаилом каким-нибудь Константином а был назван Петром это любимый западно христианский апостол. Ну смотрим как изображен Ярополк Жезл Держава Корона Владимир Корона Жезл Владимир Корона Корона Карла Седьмого просто для сравнения для того, чтобы понимать что вот эти сегменты в нашем случае они не очень большие и не очень маленькие в каких-то случаях они могут быть достаточно такими крупными тем не менее все равно под точками вот этими или просто как под неким ободом который здесь виден нужно понимать как раз вот такие вот сегменты с иконографическими изображениями с каменьями следующими иконографическими изображениями и так дальше вот христианские иконы изображающие Владимира и в общем-то верно реконструирующие структуру его короны византийские вот эти свисающиеся штуки сегментная корона крест сверху соответственно размер креста такой вот достаточно мелкий или достаточно крупный что было в сегментах иконки или просто каменья это все уже вопрос весьма вопросительный и на который сейчас ответить весьма тяжело однако так или иначе это однозначно корона византийского типа да и одет он в накидку именно византийского типа это не древнеславянская какая-нибудь атрибутина древнеславянская накидка здесь должна была закрываться на брошь со священной тангой как это было у боспорских царей как это было у готских царей ну у готских царей там изображение птаха а у в общем-то сарматских и у боспорских царей там их родовая танга то есть если бы владимир действовал по тому обычаю то изображение трайсуба было бы на броши скрепляющей его одежды ну и корона была бы скорее такая в которой изображен аттила чем такая как корона византийского типа ну и вот собственно изображение владимира сидящего на троне держащего жезл и в короне корона вот сегментная сегменты символизируются точками но издалека если не понимать и не вдаваться в подробность то может показаться что это некая шапка или так изображены волосы типа вот волосы вот они не спадают вот типа ну наверное однако это неправильно и дальше перейдем к изображениям монет ну точнее к изображениям с монет князя святополка святополка европолковича также само изображен князь у него атрибут крест и соответственно на челе корона так же сама корона здесь в разных случаях чуть по-разному подходили к ее изображению однако можно понять что это та же самая корона отличительной чертой на изображениях на монетах святополка является как раз форма самого тризуба потому что у него не тризуб а своеобразный двузуб да и к тому же одна из сторон которого является крестом такие вот дела ну и вот еще фотографии собственно с монет святополка ой точнее святополка вот сам святополк в короне с весюльками корона крест его герб и владимир так же само на троне с крестом в той же самой короне и его герб как видим вязь вот эта вся здесь тоже вязь только чуть в другом ключе ну и геральдика чуть-чуть в другом значении а вот вообще интересная тема это печати Ярослава Мудрого до того как он стал собственно великим князем Руси он изображен с усами у него присутствует и небольшая бородка как это здесь видно здесь тоже видно то есть современные фантазии некоторых о том что у него типа бороды вообще не было эти фантазии несостоятельны борода у него есть хоть и небольшая дальше касательно того что у него одета на голове да явно это не византийская корона да явно это какая-то шапка которая увенчана чем-то сверху но все равно не видно ни меховой оторочки ничего-то такого то есть с тем что россияне позднее назовут шапкой мономаха то что одето у него на голове тоже не имеет ничего общего есть более простая вероятность что у него на голове здесь изображен так боевой шлем правда некий такой элитный поскольку на тот момент он был наместником великого князя киевского соответственно в новгороде и в некоторых других регионах ну и вот одна из таких достаточно примитивных монет Ярослава тут изображен солнечный знак три зуб ну и можем идти в общем-то дальше более качественные монеты Ярослава где изображен Георгий Победоносец или Ярослав в образе Георгия Победоносца или в общем-то некий симбиоз того и другого вот уже более позднее изображение тут изображена корона также не шапка мономаха некая именно корона ну изображен шлем который скорее всего в таком вот шлеме поначалу изображался сам Ярослав Мудрый когда был всего лишь наместником а вот корона которая ну здесь она изображена европейского типа но однако все равно нужно понимать что здесь была именно та корона византийского типа в которой он изображался всю дорогу если рассматривать его саркофаг можно найти некоторые мотивы некоторые мотивы сближающие символику саркофага с тем что присутствует на венгерской короне вот венгерская корона изображение Иисуса изображение двух деревец по обе стороны от Иисуса то есть то есть ну и тут в общем-то эти два деревца в такой же позе только тут вместо Иисуса крестообразный знак ну то есть как бы ну да оно и есть оно есть солнечная опять же символика есть два креста по обе стороны от солнца то есть это какой-то синкретизм ведической христианской символики что так же интересно что так же заслуживает отдельного разбирательства вот изображение Ярослава с семьей соответственно которое до ныне не сохранилось но такое было в Софиевском соборе он изображен в общем-то держащим силуэт собора его родичи видимо со свечами или с жезлами тут уже разобрать тяжело видно что у них упрощенные версии корон вот это то что у них это не шапки это не меховая оторочка присмотритесь лучше видите вот это вот это перемычка вот это крестообразная перемычка корон византийского типа если присмотреться у них даже видны вот эти весельки по обе стороны от головы просто у него корона более навороченная зубцы более торчащие тут то ли тризуб то ли крест венчает эту всю композицию у него корона более навороченная ну и это не шапки маловероятно что это меховая оторочка ну и такое исключать нельзя что у них могли быть и зимние какие-то версии корон однако даже в таком случае наличие неких зимних корон или вот таких вот прото-шапок мономаха ничего не доказывает и тут нужно предполагать именно вот такую вот сегментную корону византийского типа тут изображено много символики тут опять же изображена черная птица тут кстати возможно даже изображен двухглавый орел однако московитам не следует радоваться то что наш князь использовал данный знак никак не возвеличивает московитов а наоборот говорит что в общем-то и знак является ими прихватизированным у других кто его использовал задолго до них к нам этот двухглавый орел пришел естественно из византии у нас он осел в качестве геральдики в перемышле осел в качестве геральдики в чернигове в некоторых других регионах как один из символов который пришел из византии он у нас конечно имел свое место однако никогда не считался чем-то таким супер важным и супер интересным да и к тому же в византии на тот момент данный символ не был еще настолько распиаренным вот тут в общем-то даже изображение то которое сами московиты реконструировали как должен выглядеть Ярослав Мудрый и даже они хорошо понимают что у него на голове была именно корона сегментная корона византийского типа а не как не какая-то придуманная шапка Мономаха ряд современных христианских икон ну и в общем-то они имеют и старинные прототипы и современные и так или иначе во всех случаях у него на голове будет вот такой вот своеобразный иконостас где в одних случаях иконы в других камень опять иконы ну или можно предполагать что там везде были камень и тут уже как и в вопросе с Владимиром доказать или проверить как-то мы это не сможем дальше изображение с монет в общем-то Мстислава Владимировича и тут я вставляю еще одну византийскую монету для того чтобы ее вот эту вот византийскую монету с вот этим кошкозайком с крестом на голове с вот этим вот чуваком сопоставить с тем что изображено на этой тьму тараканской монете тут изображено два персонажа держащихся за крест византийской геральдике символике нумизматики это бывало когда есть или два соправителя или когда роль жены правителя в государстве достаточно важна и получается они как бы вдвоем правят государством поэтому изображалось что они вдвоем держатся за крест и правят им ну и конечно же короны византийского типа это само собой что мы видим на тьму тараканской монете крест по обе стороны от него есть какие-то фигуры предположительно можно считать что одна из этих фигур это сам Стислав Владимирович тьму тараканский храбрый а другая Ярослав Владимирович мудрый ну и то что предполагается что они в коронах можно видеть по другим изображениям в общем-то самого князя Стислава как и Ярослав он изображался в императорской короне здесь вполне себе хорошо понятно что это как раз сегментированная корона византийского типа ее венчает крест с нее свисают вот эти висюльки держит в руки он тоже жезл в виде креста все как бы оттуда еще идет и вот тот самый интересный персонаж монеты которого насколько я знаю или не дошли или не сохранились или были спрятаны или уничтожены или как однако можем хотя бы рассмотреть то что есть в тех же российских царских титулярниках тут у него на голове изображена двухъярусная корона это несколько в общем-то странно и с другой стороны это несколько типа роднит его с так сказать мифологической шапкой мономаха у которой есть как бы основная часть и есть навершие но если посмотреть чем является шапка мономаха вот она то она является совсем не тем во первых у нее нет зубцев вот этих и это явно не корона в которую еще встроена еще одна корона а это именно некая тюбетейка к которой просто топорно потом пришили крест он совершенно отличается вот вот здесь такая всякая орнаментика изображение не передает все нюансы можете сами поискать в интернете в хорошем качестве а крест просто топорно вырезан из куска золота и всунуть сюда просто вот в наглую еще есть какие-то камешки вот эти странные кстати даже на изображениях ранних московицких царей у них на голове изображена не вот эта шапка а нечто другое но да ладно тем не менее тут вообще ни разу не вот то потому что вот это явно корона как бы вставленная в корону на этом и на этом изображении видно что есть одна корона и в нее как бы вставлена другая от чего это взялось но тут все сложно возможно нужно вернуться на историческую ступень назад и дело в том что как раз вот этот деятель вместе с ранее рассмотренным деятелем а именно вот этим деятелем то есть Ярослав и Мстислав они поделили между собой Русь создав некую диархию по образу тетрархии Диоклетиана только они не придумывали себе еще и Цезарей а просто были такими двумя августами если сравнивать с диоклетиановской тетрархией но хотя у них свои помощники конечно же были только это не так формулировалось как в тетрархии Диоклетиана и вот вероятнее всего что Мономах в своей короне попытался совместить как бы две короны показывая что он наследник полноты власти то есть если в предыдущем поколении был коронованный Ярослав и был коронованный Мстислав и у каждого из них уже была императорская корона то соответственно в следующем поколении корона должна как бы совмещать в себе атрибуты двух тех корон чтобы показывать что она превосходит их чтобы показывать что он не один из диархов которых должно быть два еще какой-то там должен вывести и у него половину власти отнять а что он полновластный правитель который наследует и Ярославу и Мстиславу ну и опять же жезл и держава все как положено при том что московиты начали изображать его уже в какой-то странной хламиде которая не похожа на начальную вот ту накидку в которой как бы нужно было бы изображать ну вот которая присутствует на монетах допустим которую верно воспроизводят некоторые иконы вот тут хламида тут хламида а вот тут накидка и тут накидка стандартная византийская русинская императорская великокняжеская накидка скрепляется круглой брошью иногда с христианской символикой и в общем-то сама являющаяся красного цвета иногда с какими-то дополнительными изображениями символы всем таким однако не вот это черт пойми что что здесь изображено или здесь что это где оно там скреплено это не то вот это царская брошь это один из атрибутов как и корона и держава хоть и менее значимый но все равно один из и у поздних московицких царей а здесь они изобразили во многом Владимира Всеволодовича Мономаха именно в своей более позднем редизайне если посмотреть сюда то тут тоже на него одета вот эта шутовская хламида которая уже имеет мало общего с начальной символикой и геральдикой и тут у него на жезле куреныш мутант какого черта если в Руси всегда был крест или трезубообразный символ то есть московицкая квази шапка Мономаха которая является шапкой золотоордынской принцессы Кончаки не имеет ничего общего с коронами византийского типа которые которые использовались в Древней Руси в общем-то и знаток древнерусской истории Николай Борисов предполагал что шапку после смерти московского князя Юрия Даниловича получил его брат Иван Калита от узбек хана считалось что якобы изначально данная шапка являлась в общем-то женской тюбитейкой и принадлежала сестре узбека и жене Юрия то есть Кончаки правда в крещении данную Кончаку переименовали в Агафью но возможно у тогдашних славяноязычных людей ее имя Кончака чуть по-другому воспринималось поэтому уж лучше пусть будет Агафья а может быть данное имя ей вполне соответствовало кто его знает может она только там являлась уже все так сказать были готовы к труду и обороне ну и собственно согласно другим работам других исследователей данная шапка основные ее элементы являются в общем-то атрибутами происходящими из золотоордынской чингизитской символики которая не имеет ничего общего с историей Руси российские историки сотрудники российского эрмитажа признают что скорее всего элементы данной шапки были изготовлены в Крыму или в Поволжье то есть в тех городах которые на тот момент были опорными пунктами как раз золотой орды в данном регионе там даже сарай был может в самом городе сарай данная шапка некого моня-меха была изготовлена можете вот посмотреть поискать соответствующие труды почитать как бы поставить то что я говорю под сомнение я же не против меховые шапки конечно использовались были меховые шапки и у знатных вполне себе правителей но это просто меховая шапка по центру которой приделана тоже брошь брошь с перьями как это было у в общем-то ряда народов тогдашнего Причерноморья это было и в Валахии можете погуглить изображение даже Дракулы того же самого можете погуглить изображение разных турецких правителей и так далее вот это изображение брата Аттилы князя Будыла тут он изображен тоже в такой вот шапке с пером ну и на всякий случай напоминаю герб Галиции с его коронами как и на короне в общем-то князя Святослава в данной короне в ее нижнем обруче если помните если помните корону Святослава если не помните напомню там чередуются в общем-то изображения рубинов и изображения ну то есть не изображения а реально рубины и реально изумруды вот вот нижний обод короны Святослава изумруд рубин изумруд рубин на всех этих и на короне Рюрика в общем-то так же сам вот вот эти все деятели вот эти а нужно в общем-то нужно понимать что для древних короны были очень важным атрибутом точность соблюдения точность вот даже вот эти весюльки даже когда они потеряли утилитарную принадлежность нужно было сделать им какой-то аналог но тут работало много нюансов отчасти это было и наследование традиции отчасти когда и сама корона росла и надстройки на нее разные появлялись и росли то в общем-то конечно каждый последующий император хотел себе сделать корону более пышной чем у предыдущего ну и так дошло до до того что там целые алтари уже у некоторых из них были вот это чем не алтарь ставь перед этим кого-нибудь христианского батюшку пусть читает литургию чего бы нет но это сейчас я еще не касаюсь разных более поздних корон священной римской империи и разных тоже западных нюансов испанцы много себе пышности всякой доделывали конечно иконы потом с корон потеряются у этого у Наполеона уже там будут не иконы а совершенно другая атрибутика но так или иначе вот еще как такой проверочный нюанс вот монеты князя Олега ну и еще монета князя Ярополка Волынского и в общем-то еще одна монета и если все это осмотреть то если осматривать например вот это изображение или вот это можно предположить что у них на голове шапка Мономаха вот кстати здесь изображена держава то есть как тут у князя Олега как когда-то у древнего князя Ярополка изображались державы в руках что в общем-то свидетельствует о том что такой атрибут великокняжеской власти как держава в Руси у императора в Руси был так же как и у императоров Византии так что так что так тут он изображен с копьем у византийских императоров иногда такое тоже бывало но но тоже другая история накидка иногда подпояс она но это накидка которая должна быть скреплена брошью и она не имеет ничего общего с тем что позднее московиты начали на себя цеплять хотя вот по таким изображениям может показаться что она что она такая ну и тут вообще то ли это шапка то ли корона если не знать можно не разобраться но в этом случае все хорошо видно видны как раз сегменты этой короны промоделированные сегменты видно что наверху соединяются перемычки и присутствует крест ну и вариация тризуба данного правителя тут если уж так то можно поизучать и геральдику допустим боспорских царей но у них все было в этом плане проще у них просто такие диадемы весьма скромные по поздним меркам будут вот изображение зубчастой короны от силы можно сопоставить ее по разным изображениям и видно что это именно одна и та же корона она изображена одинаково одинаковый обод с каменьями одинаковые вот эти вот верхние ее зубцы хотя изображения разные тут и лицо по-разному несколько изображено и все а вот это изображение анхарсиса кстати просто чтобы сопоставить физиологию физиономию древнего скифского мудреца царя мудреца и аттилы соответственно нам же хотят сказать что аттила гун почти китаец вот еще изображение аттилы и изображение никого нибудь о владимира ну вот если бы взять фотошопе вырезать эту головку приклеить сюда а эту сюда никто бы разницы особо не заметил этот держит свое знамя этот уже держит крест ну и понятно что как бы они не настолько уж друг на друга и похожи короны разные все но в принципе плюс-минус видно что они принадлежат к одной и той же культуре к одной и той же культурной преемственности вот польские короли как видим в чем-то их корона наследует и короне аттилы и древней короны Руси поскольку они Русь инкорпорировали в общем-то в свои владения в чем-то отличается но польская корона в прямом и в переносном смысле слова то тема то тема для отдельных для отдельных нюансов тут все символично тут везде везде все что надо изображено все что символизирует его владение его права обязанности и так дальше еще раз изображение аттила и коронованного сокола на его стяге это уже другие изображения не те что приводились раньше их в разных книгах в разных текстах присутствует достаточно много еще раз для сопоставления внешности анхарсис скифский царь мудрец скил скифский царь и несмей аорский царь аттила в принципе отличаются чуть-чуть некоторые атрибуты у них короны разные в это вообще нет короны но по сути дело видно что это люди можно как бы причислить к одному народу уж точно другое изображение анхарсиса то есть анхарсиса изображали не от балды как сейчас говорят анхарсиса изображали имея древние прототипы и приблизительно понимая как он должен выглядеть другое изображение аттила изображение рюрика изображение игоря снова же и зубчисто шлем корона сопоставимо и перья украшающие сопоставимы так что так но тут сопоставляю разные изображения аттилы вот это это изображение соответствующего источника увеличаю его и его детали другие изображения аттилы как видите они хоть весьма похожи но это разные изображения хоть отличий между ними не так то и много здесь стяг развернут здесь заворачивается и он держит его конец в руках здесь меч повернут чуть-чуть под углом сюда здесь чуть-чуть под углом сюда то есть можно если играться в плане найти 10 отличий здесь больше чем 10 можно найти но в общем они наследуя более древним прототипом это еще изображение изображают его плюс минус так как зафиксировалась о нем память ну есть такая версия его изображения которая отсылается к своим каким-то прототипам тоже до нас не особо то и дошедшим венгерская хроника хроника хунгарорум герб аттилы вот признанный так сказать герб аттилы герб ивано-франковской области герб галича как видите ну тут особо много комментариев лишних даже и не нужно гербом ивано-франковской области до ныне является личный герб аттилы вот такие вот дела собственно польский птах видим что что-то схожее есть но не настолько много хотя в общем-то символика в виде соколов орлов галок других птахов она в общем-то воронов даже она в общем-то древняя и важная достаточно и можно ее проследить от скифии сарматии например вот боспорские монеты где изображен царь и птах ему приносит царский венец в своем клюве не греческая богиня как это изображали греки которая приносит венец царю а птах то есть наша символика ну и трезубец конечно же прилагается как и на монетах владимира еще изображение от силы изображение разных тоже царский герб от силы изображение царя гепидов его герба опять же герб галиции некая такая пташка которая в обилии своих вариантов изображалась во времена черняховской культуры вся черняховская культура завалена данной разными вариациями изображения данной пташки можете с ней поиграться посопоставлять ее с тризубом и в общем-то понять что в общем-то в общем-то в общем-то ну а это некое безобразие это монеты разных стран таких как Турция Казахстан которые изображают на своих монетах символику связанную с Аттилой его флаг изображают его империю и пытаются как-либо к этой империи себя в наглую пришить хотя как бы не имеют на это надлежащих оснований вот такое изображение Аттилы его всей свиты как бы тут с какой стороны не присматриваться турок татаро-монгол тут как-то будет разглядеть очень и очень тяжело и нужно будет чего-то не того выпить чтобы это сделать тут на изображении тоже где татаро-монголы ну в общем-то тризуб на монетах боспорских царей причем на некоторых тризуб изображался у других временным гербом был меч у аорсов там иногда изображался кадуций и посмотрим на монетах часто геральдический знак изображается по левую сторону от изображаемого князя перед его ликом ну и по правую сторону смотрящего вот ровно так же самое если человек смотрит на эту монету он видит знак по правую сторону для самого изображенного правителя знак получается по левую сторону да тут Владимир развернут к нам как бы лицом а здесь они в профиль но как бы как бы а вот кстати тризуб с разными своими вот этими завивающимися элементами и вот древнескифское изображение рыбы тоже с некоторыми завивающимися элементами в хвосте который изображен птах трезубообразный птах который как бы гонит всех вот этих других животных некое чудо-юдо рыба-кид которая является как бы символом вообще жизни во вселенной и дуальность белобога-чернобога и птах который символизирует власть над этой дуальностью и который как бы стимулирует как солнце которое излучает сонмы живых существ во всех направлениях это касательно кстати истоков и истории нашей геральдики соответственно скифский сокол птах на монете фарзоя птах на монете боспорского царя родомсада Русимодая изображение Аттилы с его в общем-то флагом знак который приписывается Рюрику я кстати не исключаю что в каких-то случаях он такой знак вполне себе мог использовать хотя как его герб как его тамга у него были другие знаки но может быть и этот присутствовал потому что на некоторых археологических все-таки материалах он есть Польпский Птах опять же Галич Ивано-Франковск флаг Ивано-Франковской области и расположение в общем-то и вспоминаем Прископа Нийского что чтобы с территории Задуная с территории Римской империи добраться до в общем-то место место где обитал Аттила Приск-Панийский и его посольство пересекли три реки последняя из этих рек была Днестром то есть если Днестр у нас течет вот так вот то идя с юга сюда Аттил этот Приск-Панийский не мог оказаться здесь он должен был пересечь Днестр Аттила не мог оказаться здесь на территории Венгрии потому что этот Приск-Панийский ну а соответственно и Аттила к которому он шел Приск-Панийский не мог оказаться здесь приходя к Аттиле потому что ему нужно было пересечь Днестр он не мог оказаться здесь в Венгрии он не мог оказаться где-то здесь где-то там он не мог уехать в Турцию которая тогда была частью Византии не мог уехать в Казахстан где тогда был Туран и, в общем-то, как бы снова не то, чтобы с территории Византии отправиться к Аттиле и пересечь Днестр, как последнюю из рек, которую пересекал Приск Панийский. В общем-то, ему нужно было оказаться как раз на территории Украины, что сходится и с Геральдикой, и с другими дополнительными сведениями, которые можно исследовать, можно рассматривать, изучать и пытаться понять, в общем-то, в данном контексте. А изучать есть очень многое что, и у меня какие-то понимания, конечно, есть, какие-то наброски есть, но всё равно изучать очень многое что. О российской династии и её связи с Рюриковичами. Я уже выпустил ряд видео на тему корон Древней Руси, на тему, в общем-то, того, как украинцам следует, с моей точки зрения, по крайней мере, относиться к данной теме. А теперь попытаюсь московитам и тем, кто не понимает украинский язык, также донести некоторые аспекты данных соображений. В общем-то, для более такого ясного понимания темы советую посмотреть материалы и касательно корон. Корон, которые использовались князьями, великими князьями Киевской Руси, и сравнением тех величественных корон с шапкой, которая приписывается Мономаху, но которая, по факту, является женской тюбетейкой или тафьёй сестры узбек-хана, хана Золотой Орды, а сестру его звали Кончака, которая, в общем-то, соответственно, была важной исторической деятельницей для Московии тогдашней. Но немного о династии. Поскольку же московиты любят сейчас смущать наших блогеров и наших просто людей, говоря о том, что якобы у нас Рюриковичи куда-то делись, а у них Рюриковичи вот, собственно, создали Московское царство. Ну, или, по крайней мере, те московиты, которые не настолько наглые, ссылаются хотя бы на то, что и Русью, и Московией какое-то время правило одна и та же династия, и это якобы ваше какое-то что-то в пользу того, что мы один народ. Рассказали бы вы это коренным жителям Америки и, соответственно, англичанам, что разные племена коренных жителей и англичане – это один народ. Рассказали бы вы это индийцам и тем же самым бушменам, что они один народ и всем другим тем, кто когда-то был подданными Британской, допустим, империи. Ведь когда-то Русь была империей по сути своей и по факту. И в видеозаписях, где я провожу анализ корон древнекиевских князей, которые были по факту копиями корон византийских императоров, я также это привожу как довод, ну и устройство Киевской Руси и много другого. Киевская Русь, по сути, была империей, которая имела множество своих вассальных формирований, таких как Рязанское княжество, Тьму-Тараканское, Новгородская республика, это вот Полоцкое княжество, ну и также колонизируемые земли, где пыталось сформироваться какое-то Ростово-Владимиро-Суздальское княжество. Но дело в том, что ввиду того, что Русинам те земли приводить в порядок было очень тяжело, то даже центр того, так сказать, княжества постоянно перемещался. Если взять Новгородскую республику, то там, как, в общем-то, Новгород при Владимире, при Ярославе сделался крупным северным центром империи Руси, так, в общем-то, он и существовал, так, в общем-то, он и был центром своего региона, позднее стал независимым, и если бы не московицкие оккупанты, Новгород и новгородская держава вполне себе могли бы существовать и развиваться дальше в контексте европейской истории, в контексте европейской цивилизации. Ведь Новгород и на то время был частью Гонзейского союза. Но сейчас не об этом. Дело в том, что так же само и с другими княжествами. У них центр, как правило, был установленный. А вот у будущей Московии, у Залесья, центр никак не мог установиться, ввиду того, что русинов там было мало. Те русины, которые туда проникали с легкостью, могли набирать... Во-первых, туда и так проникали часто авантюристские самые элементы из русинов. К тому же, в Древней Руси, как и, допустим, в Римской империи и в некоторых других древних государствах, практиковалась иногда такая практика, как гражданская смерть. Когда того или иного преступника не убивали физически, но изгоняли из, в общем-то, Руси, из государства, практически лишая прав. И, например, если это какой-то преступник, который в Киеве сделал какое-нибудь преступление, то ему выбор или получить серьезное какое-то увечье наказание в Киеве, или бежать куда-нибудь на окраины Руси, где, может быть, его не узнают, поскольку паспортов интернета не было, и, зная какие-то события, зная какие-то рода в самом Киеве, по идее, он мог попытаться где-то на окраинах владений Руси выдать себя за кого-то другого. Конечно же, если в том регионе были какие-то те, кто знали, в общем-то, семью за представителя, который он себя выдает, или если они по-быстрому отправят в Киев запрос и спросят, а типа, вот такой у вас вообще есть, а им скажут, да такой, может быть, был, но он помер давным-давно, или такого вообще нет, то так же само лжеца раскроют и подвергнут серьезнейшему наказанию. Еще вариант, если на самом деле и тот член семьи где-то далеко в путешествиях, и этот типа там появился где-то на окраинах, и семья, может быть, не суперизвестна, и, в общем-то, не сильно даже станут разбираться, могут поверить, что этот беглый преступник является просто переселенцем, который пришел, чтобы в новых землях чем-то там заниматься, работать, воевать или еще что-то в таком духе. Поэтому теоретически устроить свою жизнь на окраинах владений Руси для разнообразных беглых преступников было намного легче, чем в самой Руси попытаться как-то восстановиться в правах, что было в некоторых случаях невозможно, ну или чем попытаться отправиться в другое государство. В другом государстве все-таки возникли бы вопросы о том, почему они покинули свое государство. Если это Византия, то Византия потребовала бы сопроводительный лист от князя, где объяснялось бы, почему этот человек прибыл из Руси в Византию. И, естественно, такого не имея, он бы столкнулся тоже с проблемами. Но можно было отправиться или в какие-то менее развитые сообщества, в кочевые сообщества, где в некоторых случаях ему могли простить любые его какие-то прегрешения или даже не задаваться вопросом. Но жить среди них таким деятелям часто было неинтересно. Поэтому Московия, то есть Залесье, то есть фактически самый труднодоступный регион владения Руси, для таких вот деятелей был самым интересным. Поэтому они там могли вступать в свиты местных каких-то деятелей, которые хотели узурпировать власть. Поэтому все это так или иначе приводило к тому, что центр наместничества в том регионе от Киева, от Руси, там не особо мог утвердиться. Это, в общем-то, еще в те времена, когда номинально Залесье было частью владений Руси. Кроме того, вот Русь. Русь с центром в Киеве. Русь, которая имела обширные династические связи со всей тогдашней Европой. Это и Византия, это и Венгрия, это и Болгария, это и Немецкие, это и Польские, это и Франция, это и какие-то мелкие формирования внутри Священной Римской империи, иногда даже правители Священной Римской империи. Это, соответственно, и датские, и скандинавские страны, и Британия. Вот со всеми этими у Руси были те или иные, даже династические браки. Вот как полмесяц себе на запад такой, на юго-запад от Руси, ну, даже и не только на юго-запад, в общем, на запад от Руси, можно представить, который включает в себя всю тогдашнюю христианскую Европу. Ну, христианскую, языческую, христианизирующуюся тоже по чуть-чуть. Вот со всеми этими правителями Русь имела дипломатические связи, со всеми этими правителями Русь имела те или иные контракты на какие-то поставки товаров, войск, какие-то договоры о взаимопомощи, с ними имелись династические браки. Самым ярким примером является Анна Ярославна, киевская княжна, ставшая французской королевой. Ну, а это отнюдь не единственный пример, и о полном списке, ну, или относительно полном списке таких случаев я также буду говорить в отдельных, соответственно, видео. Но, что интересно? Интересно то, что ввиду таких обширных династических связей, ввиду полной вовлеченности Руси в историю, культуру, династии, внутридинастические войны, внутридинастические всякие интриги и так далее, европейских монархий, в Руси, в династии Рюриковичей Руси практически не могли появиться самозванцы. То есть, условно говоря, если бы где-нибудь в Тимутаракане возник какой-нибудь узурпатор, который провозгласил бы себя Рюриковичем, ну, во-первых, остальные Рюриковичи сразу бы сказали, типа, ну, это не наш брат, это не наш сын, не наш отец, значит, это самозванец. Они-то братья, сыновья все друг другу. Рюриковичи, это тогда еще был род, который буквально в лицо все друг друга знали. А, и сразу бы они поняли, это самозванец. Сразу бы провозгласили, и вся Русь против такого самозванца так или иначе встала бы. Потому что, да, у них и между собой могли быть какие-то внутридинастические нюансы, но если они допустят существование таких вот самозванцев-узурпаторов, то со временем таких станет много, и, в общем-то, сам статус, сама вот эта незыблемость и священность власти Рюриковичей в Руси будет подвергнута сомнению. Любой воевода сможет провозглашать себя князем и придумывать, что он тоже какой-то там Рюрикович, ну или потом даже уже не придумывать, а просто узурпировать власть, как в Римской империи. Поэтому в Руси практически не было случаев появления самозванцев. Если они возникали, они зарубались на корню, и поэтому в историю они даже не зашли как какое-либо серьезное явление. И вот так, даже с приходом татаро-монгол, даже когда уже Киевская Русь погрузилась в усобицу, даже когда, по сути, володарь-самодержец Руси Роман Мстиславич, а позднее его сын Данила Романович Голицкие, ну их называют Голицкими, сами они себя не называли Голицкими, они были Рюриковичами, правителями Руси, великими князьями Руси. Но, когда они уже не владели империей Руси, то, в общем-то, они попытались сохранить хотя бы исконную, выкраенную часть Руси, то есть Русь-Украину. И собрали это, и сохраняли это, позднее назвал королевством Русь. Ну и позднее Папа Римский это все зафиксировал и, в общем-то, официально короновал Данилу Романовича как короля Руси. То есть, любой московит, который говорит, а покажите вашего царя, с радостью можно показать. Царь, цисарь, Владимир, Владимир Великий. Владимир Великий став мужем принцессы от византийского рода императоров, также получил титул цисаря. Поэтому, хотели царя, вот вам царь, царь Владимир Креститель, киевский князь, по-нашему, цисарь по-византийски. Ну, иногда их еще называли великими архонтами, катархонтами, то есть, великими правителями. Ну, это в византийских текстах. Дальше. Хотите короля Руси? Есть и король. Это и Данила Романович, и Лев Данилович, и Юрий Львович, и так далее. Поэтому все у нас было, и короли свои, и цари свои. В Москве, кстати, королей никогда не было. Московия как-то странно из улуса Золотой Орды сразу скокнула в царство, а потом в империю. Такое в фантазиях, в больных грезах, самодуров, однако у которых много подчиненных самодуров, и так далее, такие фантазии возможны. Поэтому, поэтому сейчас Путин мнит свою эрефию сверхдержавой, а тогда Иоанн Грозный мнил свою Московию уже не улусом Золотой Орды, но целым царством. Ладно, с Иоанном Грозным буду еще разбираться позже, однако пока о временах задолго еще до него. Приходит Орда, и вследствие прихода Орды, вследствие того, что земли Московии в первую очередь попали под серьезнейшее влияние Орды. По сути, на долгое время они были как бы этой Ордой отделены от остальных дел в тогдашней Европе. Золотая Орда официально запрещала своим вассалам иметь внешние какие-то отношения с другими государствами. Это можно было делать только лишь посредством Золотой Орды. Естественно, Данила Романович плевать на это хотел, и как до этого с какими-то группами элит той же Польши и Венгрии и Литве дружил, так и продолжал дружить, а с какими-то как воевал, так и продолжал воевать. И было даже такое, что используя даже, в общем-то, тех же самых татар, ходил в нужные ему походы. Поэтому, анализируя ситуацию с Данилой Романовичем, создается впечатление, что у него была не зависимость от Орды, а некий, скорее, военно-политический союз с той же самой Ордой на более независимых условиях, чем это было у Московии, которая непосредственно и глубоко погрузилась под пяту Золотой Орды. И поскольку Московия долгие столетия была под пятой, под завесой Золотой Орды, в европейских тогдашних синхронных источниках, очень мало что известно о том, что в той Московии происходило. Уходит тот регион из европейской истории, когда приходит Золотая Орда, до тех пор тот регион является регионом, который иногда нападает на Новгород, иногда некоторые его князья типа того же самого Долгорукова или Андрея Боголюбского пытаются воевать с Киевом и даже захватывать Киев, но понимают, что там они особо утвердиться не могут. Ну и что касается Долгорукова и Боголюбского, то еще в общем-то Рюриковичи какие-никакие. Пусть тот же самый Боголюбский по его реконструкции его внешности он больше сам на татаро-монголина похож, если на него смотреть, но хоть на какую-то десятичную часть своей генетики и своей культуры и всего этого он еще хоть как-то хоть чуть-чуть Рюрикович. Вот такой московицкий ну что есть типа однако после в общем-то Андрея Боголюбского у меня нет никаких вменяемых достоверных оснований считать, что во времена Золотой Орды в общем-то в Москве правили хоть какие-то Рюриковичи. Хоть даже они были бы десятая вода на киселе, хоть даже они были бы еще более татаро-монголоидными, чем сам Боголюбский, но даже таких доказательств, что они именно Рюриковичи нет. Больше того, анализируя даже московицкие тексты по истории Московии, у меня есть основания считать, что после смерти того же самого Боголюбского в общем-то род Кучковичей так или иначе узурпировал власть в том регионе, выдавая какого-то своего сына или своего бастарда или может быть даже гибрида своего рода с теми же местными какими-то князьями, выдавая в общем-то своего вот этого какого-то за потомка Рюриковичей. Ну и дальше во времена доминирования татаро-монгол в общем-то это никому из руководства Золотой Орды не было интересно. Рюрикович это, Кучкович это, был бы он сыном черта, внуком дьявола. Всем было бы на это плевать. Если он платит ханам соответственно подати, он подходит. Если он не платит все эти то, что они требовали, то он не подходит. Вот и все. Поскольку Московия была очень удобным таким вот сборщиком податей, сборщиком Дани, со всего того, Залесья, со временем именно в общем-то Золотая Орда и сделала Московию, может быть даже не желая того, но все равно они сделали Московию своей опорой в том регионе. Они сделали Московию своим собственно представительством в том регионе. Они разрешили московицким вот этим вот Кучковичам правильнее их называть так, до Калиты правильнее их называть именно Кучковичами, а не Рюриковичами, поскольку доказать, что они имеют генетическое происхождение от Рюриковичей будет крайне сложно и скорее всего даже невозможно. Я считаю, что после Боголюбского законных Рюриковичей по собственно той линии там и не было больше. Но это тоже еще требуется дальше изучать и собирать дополнительные сведения. Это не так как в фильме, когда не знаю, соответственно смотрят, в той же Игре Престолов смотрят типа а у того не тот цвет волос значит все. Значит это не Баратеон а Ланнистер. Тут так не сработает. Нет каких-то таких вот летописей по Москве, которые бы описывали цвет волос и другие антропологические параметры собственно правителей того региона. А если такие тексты и были, то они были уничтожены. Поэтому тут нужно перелопатить очень много источников, чтобы хоть как-то сопоставить, чтобы хоть как-то выявить тот нюанс, что ну чтобы более так уже его однозначно доказать тот нюанс, что поздние псевдорюриковичи московского улуса Золотой Орды ни разу не были рюриковичами, а были кучковичами по своему происхождению. И дальше они сами себя не провозглашали рюриковичами, поскольку после калиты они провозгласили себя калитичами. То есть как бы это не то, что я что-то там такое придумываю. Это факт. Они называли себя калитичами. В летописях их они значатся не как рюриковичи, а как калитичи. Да, я ввожу единственное, что термин кучковичи, но в летописях вот эти вот какие-то местные деятели из рода кучков, кучковых, они значатся, что они там были, что они взаимодействовали с Долгоруким и в какое-то время были как его ближайшие, так сказать, местные сподвижники. Позднее они же его и угробили. И вопрос, если они же его и угробили, зачем им допускать на царство какого-то за Рюриковича, когда они могут выдать своего кого-то за Рюриковича и вот так вот себе там жить со своими же и развивать по сути дела свою линию. Тем более, что в отличие от Киева, в отличие от Руси, когда Русь была централизованным государством, в том своем залесье, особенно в то время они могли реально делать что угодно и не особо кто мог проверить кто там есть кто. Потому что если та же самая тьма таракань, она находясь на Черном море находилась в кругу, где с одной стороны Русь, с другой стороны Грузия, с другой Византия, через море Болгария и как бы все равно это так или иначе на виду у всех. А московиты находились, протомосковиты тогда еще находились в своем залесье особо как бы местное население понимать кто из тех, кто во власти кто, не могло. Местное население русинского происхождения практически не было, за исключением каких-то небольших выселок и то из той же Новгородщины, и то из более ранних колоний Руси, то есть собственно из Владимира, из Суздали, из Ростова, из других городов, которые основывали реальные выходцы в Руси, которые пытались колонизовать тот регион. Ну, у них это не особо хорошо получилось, то есть города они там построили, христианство они туда принесли, по чуть-чуть писать, говорить на славянском языке, они местное население научили местную какую-то христианскую жреческую свиту начали там создавать, но вот дальше всех местных они переформатировать не смогли, и так и оставалось, что в городах проживали какие-то выходцы с Руси, в городах проживали какая-то элита местных племен, а вокруг по сути дела проживали те же самые племена, которые жили там и с тысячу лет назад, и во времена Геродота, когда Геродот обозначал это племя как андрофагов. Но это уже тоже отдельная история. И получается, что местным тоже было глубоко пофиг относительно того, в общем-то, кто там князь или не князь, они это реально проверить не могли. Кто мог проверить, это незначительная какая-то группа людей, которая лично знала князя, которая, в общем-то, по сути дела, отчасти могла быть в союзе с родом Кучковых, а отчасти, в общем-то, могла быть вырезана теми же самыми Кучками и их союзниками, поэтому там устроить подмену князя на лже-князя было сделать очень легко, в отличие от других, от всех регионов Руси, потому что что в Новгороде, что в Тимутаракане, что, не знаю, в каком-нибудь Полоцке, и тем более, что в каком-нибудь Галичи или Киеве было попросту невозможно. Эти города, их династии находились на виду у всех их соседей и находились на виду еще у кучи европейских тоже династий, которые имели с ними те или иные взаимодействия. Те или иные взаимодействия были династические браки, то есть какая-нибудь условная королева Польши могла происходить из Киева, и, естественно, она периодически интересовалась, что происходит в ее родине. Ну и наоборот, какая-нибудь польская королева, ставшая княжной в Киеве, также, естественно, интересовалась, что у нее в Польше, и также, в случае чего, могла какую-нибудь сплетню донести до своих родичей в Польшу, если бы в Киеве кто-то попытался какого-то князя подделать, так сказать. В Москве такой интегрированности, как с остальными регионами Руси, так и с Европой не было, поэтому там им удалось выдать своего самозванца за, в общем-то, представителя княжеской династии. Далее, под Золотой Ордой все это еще укреплялось. На протяжении поколений они, передавая власть, в общем-то, провозглашали, что они, типа, имеют какое-то отношение к Рюриковичам. При этом они провозглашали это не слишком громко, не слишком притязательно, чтобы, в случае чего, не пришли какие-то реальные Рюриковичи и не разобрались в ситуации. Что же касается самой Руси в те же самые времена, то в Руси, в общем-то, Рюриковичи как таковые распались на множество отдельных династий. В общем-то, древо Рюриковичей стало уже настолько огромным, что причислять себя к Рюриковичам было уже весьма сложно. Сложились локальные династии, как династия былых изгнанников Гедеминовичей, которая, в общем-то, особенно с приходом Орды, особенно ввиду того, что Орда нашла взаимодействие с христианством, и только языческая династия и языческая Литва могли быть реальной альтернативой для тех, в общем-то, распадающихся христианских княжеств и для Орды, которые эти княжества контролируют. Поэтому много кому из знати былой Киевской Руси, как раз Литовская династия была более приемлемой, чем местные свои династии. Так, местные династии уходили на второй план, некоторые погибали, но по большей части все равно уходили на второй план. В общем-то, в Украине как бы основная ветвь Романовичей, то есть королевской династии Галиции, она пресеклась, но какой-нибудь род Острожских, который происходил и был такими же Рюриковичами, как, в общем-то, и те же самые Гедеминовичи, Альгердовичи, Острожские, все эти династии, в общем-то, были начально ветвями тех же самых Рюриковичей, но как бы потом они стали династиями второго плана, а династией первого плана стала династия Гедеминовичей, и дальше династия Гедеминовичей, в общем-то, стала еще и королевской династией в Польше, организовалась Речь Посполитая, Снова же, тут особо что-то кого-то поделать тоже было тяжело, да уже и не нужно, поскольку королевская династия то уже вообще у всех на виду, а что касается каких-то мелких династий типа Острожских, то там что-то подделывать уже не было никакого смысла. Что же касается Московии, там у них Кучковичи постепенно уже превратились в Калитичи, поскольку Калита стал весьма знатным человеком, собирая дань для Золотой Орды. Он создал такую интересную систему, что он с одной стороны по окраинам своих владений грабил буквально людей, обдирал их до нитки, собирал с них намного больше, чем Орда того требовала. Благодаря этому он мог с одной стороны выплачивать Орде все, что она требовала и даже с излишком, и даже подносить какие-то дополнительные дары. С другой стороны он мог и в самой Москве ходить и чуть ли не раздавать деньги чуть ли не первому встречному. Поэтому в самой Москве он стал весьма популярным в общем-то деятелем и поэтому уже его потомки называли себя по данному деятелю не какими-нибудь Андреевичами и не Рюриковичами тем более, ну и не Кучковичами по естественным причинам, а называли себя Калитичами. Позднее случилось странная история, что ведь Золотая Орда она состояла не вся из монголов. Золотая Орда на больший свой процент состояла из народов и соответственно их династий, их элит, которые были подчинены в общем-то теми же так сказать монголами. В частности это и половецкая элита и половецкие династии. представитель половецкой династии, как он себя обозначал представитель рода Кият. Тоже тут есть повод поразмышлять над разными нюансами, однако можно не особо углубляться так или иначе. Представитель рода Кият по имени Мамай попытался в общем-то выгнать из Золотой Орды все монгольские элементы и пересобрать Золотую Орду уже как своеобразную половецкую империю. У него это не получилось. Наследником его проекта во многом станет Крымское ханство, однако на тот момент у него не получилось и в результате в нашу наш фольклор он вошел как казак Мамай а в российскую историю он вошел как достаточно злобный деятель Мамай с которым связан такой термин как Мамаева побоище мало кто из московитов в общем-то знает что в том побоище происходило мало кто из московитов вообще знает кто кого там побил и так далее но большинство московитов считает что Мамай это тот кто устраивал по Москве побоище вот ходил Мамай и всех побивал ну так если так то считайте что мы так сказать как родичи казака Мамая тоже можем повторить если особо хотите однако не в этом дело и дело в том что на самом деле история с Мамаем и вообще с Мамаевым побоищем была совершенно не такая как об этом сохранилась вот такая условно примитивная память в московитском восприятии и потомки Мамая стали править небольшим княжеством в серой зоне между владениями великого княжества литовского и золотой ордой это территория нашей полтавщины в общем-то и позднее часть потомков Мамая пошли на службу в московию и позднее Елена Глинская происходящая из этого рода в общем-то стала матерью товарища Грозного и вот она и была автором того, что и Иоанна Грозного назвали Тиц Марагды Иоанн Васильевич Рюрик то есть попытались ему пришить преемственность и от Рюрика но не только от Рюрика а еще и преемственность прямо от Тита и от Октавиана Августа Римских Императоров а еще от Смарагдана основателя Боспорской династии сделав к нему отсылку в виде имен Смарагд и Иоанн а того князя звали Смарагдан и далее тогда же создавались мифы о Владимирских князьях тогда же был создан миф о шапке Мономаха потому что в общем-то в тех же московитских текстах она обозначается как золотая шапка и по всем таким историческим расследованиям даже в общем-то самих московитов в начальные времена истории их структуры она значится как просто золотая шапка которая принадлежала кому-то из их предков сейчас многие исследователи считают что это шапка именно золотоордынской княжны кончаки и в общем-то если проанализировать структуру данной шапки она очень хорошо стыкуется с данным утверждением однако однако суть в том что тогда и были созданы мифы относительно того что вот эти московитские правители имеют какое-то отношение к Рюриковичам и по иронии судьбы в общем-то через некоторое время вот эта династия Калитичей пресеклась и туда им дорога потому что нефиг разнообразным узурпаторам портить своими нечестивыми деяниями святое имя князя Руси и Украины великого и славного Рюрика